Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и сегодня мы с вами посмотрим обзор 9 тура большой швейцарки Grand Swiss Fide, которая проходит на острове Мэн. 116 шахматистов сражаются за, во-первых, деньги, достаточно неплохие, призовой фонд составляет 433 тысячи долларов, ну а самый главный приз это первое место путевка на турнир претендентов. Ради этого стоит сражаться и давайте, друзья, посмотрим, какие интересные события принес нам 9 тур. Внимание на экран. Сегодня я приготовил для вас на обзор 5 интересных партий. Итак, первая партия, мы с вами смотрим партию лидеров. Белыми играл армянский супергрессмейстер Ливон Аранян, черными играл Антон Давид Гихаро. Оба этих шахматиста имели 6 очков из 8 возможных и встречались на первой доске. Итак, это борьба лидеров. Е4 играет Ливон Аранян, отвечает Антон Гихаро Е5, конь Ф3, конь С6, слон С4, слон С5. И после С3, конь Ф6, Д3, Д6, рокировка. Значит, А5 на доске у нас вновь возникла итальянская партия, вариант Джокопиано. Ладья Е1, рокировка, Х3, Х6, конь Д2, слон Е6, слон Б5, ферзь Б8. И черные применяют очень интересный вариант. Они переводят ферзя на поле А7 и нападают на пешку на поле Ф2. Вариант известный. После коня Ф1, ферзь А7, Д4, белые прорываются по центру. После ЕД забирают слоном коня на поле С6, портя пешечную структуру черным на крыльевском фланге. Но черные в ответ не берут, а берут пешку на поле С3, нападая слоном и ферзем на пешку на поле Ф2. Белые в ответ уводят слона. И после слон бьет Ф2, король Х2. Слон бьет Е1, ферзь бьет Е1. Д5, черные наносят контрудар по центру. Слон Е3, С5. Черные вот таким вот образом очень мощно накатывают пешки. Е5, конь Е4. И после БЦ, Ф5, получается вот такая вот позиция. Как ее оценить? Мы видим, что здесь у белых две фигуры за ладью. И у черных, как мы видим, ладья и две пешки. То есть формально позиция с нарушенным материальным равновесием. Позиция очень сложная, примерно равная. Значит, ЕФ, ладья бьет Ф6, слон С2, ферзь Б8, шах, король Х1. И здесь Антон Гехара играет слон, бьет Х3. Забирает еще третью пешку. Понятно, что брать плохо ЖАШ из-за ладья бьет Ф3. Поэтому Ливон Аронян уводит своего коня на поле Д2, нападая на коня на поле Е4 и угрожая снять защиту с пешки на поле С5. После слона Ф5, конь бьет Е4, слон бьет Е4, слон бьет Е4. ДЕ, слон бьет С5. Позиция, опять же, успокоилась. У белых две фигуры за ладью и две пешки. Ферзь Е5, слон Д4. Ферзь Х5, король Ж1. Ладья Ф4, ферзь Д1. Оба соперника играли очень чисто, практически идеально, то есть ни одной ошибочки не совершили. Ладья С8, конь Е3, ладья Ф7, ладья Б1. Ладья Б7. Мы видим, что черные защищаются очень четко. Король Ф2, но вот здесь черные единственные ошибаются ходом король Х7. Здесь следовало просто сыграть ладья Д8 с угрозой Б4 сразу же упростить позицию. Например, конь Ж4, Б4, взяли-взяли. Конь Е3, ладья Д7 и позиция абсолютно равная, потому что теперь грозит взятие на поле С3. С4 не сыграешь, потому что висит слон. Ну, дальнейшие размины неизбежны и партия неизбежно завершится в ничью. После же хода король Х7 Леон Аронян сыграл конь С2, но было жестче сыграть конь Ж4. Здесь шансы, мне кажется, имелись на победу у армянского супергроссмейстера. Например, ладья С4, конь Е5, ладья А4, ладья Б3. И после Б4 взяли-взяли. Король Е3, Х5. Король бьет Е4, Х4. Черные накидывают пешки. Ну, а белые в ответ, как мы видим, создают мощную проходную по вертикали С. Показываю вам точнейший анализ. То есть черные пытаются найти контур-игру. Белые также делают все точнейшим образом. И после Ж4, самое главное, что белые сохраняют как можно больше пешек на доске. И две фигуры, координированные, оказываются сильнее, нежели ладья. Пешка на поле С4 очень опасная. Она скоро двинется в ферзи. Король здесь централизуется. В общем, здесь черным пришлось бы, что называется, очень-очень долго и упорно вести тяжелую оборону. И все это следствие ошибочного хода король Х7. Но Ливон Ранян прошел мимо этого продолжения. Он сыграл конь С2, последовал ладья С6. И после ладья Х1, ладья Ф7, шах, король Ж1, ладья С7, ладья Х3, Ж5, ладья Е3, ладья Е7, ладья Е1, король Ж6, ладья Б1, ладья Б7, король Ф2, Х5. Мы видим, что черные успели прокинуть пешки. Король Е3, ладья С7. Пешка на поле Е4 неизбежно теряется. Но в ответ черные отдают назад, значит, соответственно, качество. Остаются без фигуры. Но при этом пешка на поле А3 неименуемо гибнет. Потому что это двойной удар. Напали на коня, напали на пешку. И пешка Аш отвлекает белых. Материала начинает не хватать. Конь Е3, ладья Б3, ладья Б5, Х4, ладья Б8, ладья А4, шах, король Е5. Ладья Б4, Левон Ранян делает все возможное, чтобы победить. Ладья Ж8, король Х5. Загоняет короля на поле Х5. Но ничего не получается. То есть шахи дает. После конь Д5 единственный возможный шанс грозит мат. Но король Х6, Антон Гехара, точен до конца. Король Ж4, А3. Пешка А. Очень опасная, ее нельзя недооценивать. Ладья Д6, король Ж7. Конь С7, ладья А5. Ладья встала позади пешки. Конь Е6, король Ф6. Здесь Антон Гехара правильно делает, что отдает все пешки. Но направляется королем в центр. И после конь Ф7, король Е4. Ладья Д1, ладья А4. Соперники здесь уже просто согласились на ничью. Ну, дело в том, что А что делать? На король бьет А4. Следует А2. Загоняем ладью на поле А1. Далее, например, там играем король Д3. Шах. И здесь все успевают сделать. Значит, черные, они успевают и королем подойти на поле Б2. И белые вынуждены будут отдать пешку свою... Значит, ладью свою за пешку на поле А2. Ну, а за пешку Ж, конечно же, черные в любой момент отдадут свою ладью. И получится так, что у белых останется один конь. Что, конечно же, недостаточно для того, чтобы объявить мат. Даже пускай и кооперативный. Ну что ж, вот такая вот интересная схватка получилась на первой доске. Борьба двух лидеров. Ну, а мы с вами идем дальше. На второй доске играли у нас чемпион мира Магнус Карлсон белыми. И номер два мирового рейтинга Фабиана Круана. Конечно же, именно эта встреча приколывала к себе всеобщее внимание всех любителей и знатоков шахмат. Поскольку играют сильнейшие планеты. И посмотрим, соответственно, что происходило в этой партии. С4 играет Магнус Карлсон. Е5 отвечает Фабиана Круана. Конь С3, конь Ф6. Конь Ф3, конь С6. Е4, слон С5. Играет Фабиана Круана. И приглашает белых забрать пешку на поле Е5. Итак, конь бьет Е5, конь бьет Е5. Д4, слон Б4. Связывая коня. После ДЕ, конь бьет Е4. На доске у нас теоретическая позиция. Английское начало, вариант четырех коней. И здесь ферзь Ф3. Играет Магнус Карлсон. После конь бьет С3, БЦ. Здесь Фабиана Круана, продумав 19,5 минут. Может быть, что-то вспоминал. Какие-то анализы, подготовка. Когда он готовился, значит, к матчу на первенство мира с Магнусом Карлсоном. Здесь вот явно что-то Фабиана Круана вспоминал. И он находит сильнейшее продолжение. Ход слон А5. И это новинка. В партии предшественницы, которая игралась между Магнусом Карлсоном и Анишем Гири. В Санкт-Петербурге в 2018 году. Черные там неудачно распорядились своими фигурами. Они отвели слона на поле Е7. Получили очень неприятный ход. Ферзь Ж3. В ответ висит пешка на поле Ж7. Рокировать нельзя ввиду того, что слон А6 и качество придется отдавать. Ж6, слон А6. Д6, слон Е2. Ну и после слон Е6, водя Д1. Ферзь Д7 взяли-взяли. Здесь большие проблемы у черных с развитием. И после рокировка пришлось играть черным 3-0. И Магнус Карлсон эту партию очень быстро довел до победы. Итак, слон А5 это новинка. И последовало слон Ф4. Выясняется, что теперь ход Ферзь Ж3, который с успехом прошел в партии с Анишем Гири, теперь это просто удар по воздуху. Потому что черные обладают сильным ходом Ферзь Е7. И теперь, если белые будут настырничать, брать на поле Ж7, то они сразу же проигрывают. Потому что черные забирают на С3 с шахом. Потом съедают на Е5, одновременно защищая и свою ладью, и затем съедая ладью белых. То есть, ход Ферзь Е7 такой конкретный. И после Ферзь Ж3 и Ферзь Е7 преимущество на самом деле уже у черных. Потому что у них отличная пешечная структура. У белых, как мы видим, испорчена структура на Ферзьевом фланге. И здесь белые играют, что называется, уже с позиции слабости. Итак, слон А5 новинка. Последовало слону Ф4. Рокировка. И 3-0 играет Магнус Карлсон. Но вот здесь после Ферзь Е7, король Б2, не пуская Ферзя на поле А3. Ладья Б8 играет Фабиана Круана с угрозой Б5. Итак, слон Д3, Б5 наносит мощный контрудар Фабиана Круана. И после ЦБ играет слон Б7, нападая на Ферзя на поле Ф3. После Ферзь Х3 грозит мат Ж6. И Ферзь Е3 обратно, нападая на пешку на поле А7. Ну и вот здесь опять же Фабиана Круана играет очень сильно. Он играет Ладья Е8, не боится взятия на поле А7. В этом случае получалась форсированная ничья после удара. Слон бьет С3, шах. Король бьет С3. Ладья А8, жертвуя еще и слона. Ну, белые вынуждены плыть по течению. И получается, после Ферзь С5, шах, нужно играть только Слон С4. Все остальные ходы вообще сразу же проигрывают из-за того, что Ладья вторгается в лагерь белых. И здесь получалась вот такая вот красивейшая ничья. То есть черные забирают Слона на поле С4, жертвуя еще и Ладью. И, оставшись без Ладьи и Слона, объявляют вот такой вот симпатичный Вечный Шах. Черные, значит, белые не могут уклониться от Вечного Шаха, потому что король А6 приводит их к катастрофе. Ферзь на поле Б7, конечно, забавную, значит, находится на забавном месте и служит причиной поражения белых, поскольку король не может отступить на поле Б7. Поэтому белые вынуждены ходить по полям А4, значит, А3. Ну, а черные также не могут сделать ничего большего, потому что у них не хватает Ладьи и легкой фигуры. И получалась ничья. Итак, после Ладья Е8, поэтому Магнус Карлсон здесь задумался, только представьте, на 47 минут. И играет Ладья Е1. То есть Магнус Карлсон решает поиграть на победу. Но Фабиано Круана играет Слон С6. Оба соперника в этой партии достойны всяческой похвалы. Играют очень красиво. Висит пешка на поле Б5. А4. С4 не сыграешь, потому что Слон атакует Ладью. Итак, А4, но А6, подрыв. И после Слон Ж5 Магнус Карлсон вынуждает черных согласиться на ничью. То есть уже белые просто играют с позиции слабости. То есть если черные будут упорствовать, то белые будут постоянно приставать к ферзю. И, соответственно, черные просто обязаны сыграть так, как они сыграли в партии. Жертва Слона на поле С3. После короля Б3 Ферзь А3 шах. Король Д2 Ферзь Б4 шах. Точнейший ответ. На король Е2 Ферзь Ж4 шах. И выясняется, что он обратно королю путь заказан. Потому что здесь Слон атакует еще пешку на поле Ж2. Ф3 тоже не сыграешь. Это сразу же проигрывает. Из-за Ферзь бьет Ж2, Слон Ф2, Слон бьет Ф3. И после короля Е3 Владя бьет Е5. Белых просто громят. То есть конкретно здесь белые просто скорий мат получат. Или останутся без ферзя. Поэтому после Ферзь Ж4 надо играть король Д2 обратно. Ну и Ферзь Б4. Получается вечный шах. Никоим образом белые не могут уклониться. Ну и черные тоже, соответственно, довольствуются вот таким вот симпатичнейшим вечным шахом. Король Е2 Ферзь Ж4. Король Д2 Ферзь Б4. Очень красивая партия. Двух равных по силе соперников. И очень приятно, соответственно, эту партию наблюдать. Ни одной ошибки здесь не было совершено. Настоящая гроссмейстерская боевая ничья. Ну а мы с вами идем дальше. Белыми играл Владислав Ковалев. Черными играл Хикару Накамура. Е4. Значит, С5. Конь Ф3. Конь С6. Слон Б5. Ж6. Слон бьет С6. БЦ. Рокировка. Слон Ж7. Владя Е1. Конь А6. С3. Рокировка. На доске у нас сицерянская защита. Вариант Рассалима. Аш3. Играют белые. Ф5 отвечают черные. Итак, белые продвигают пешку свою вперед. Е5. Конь Ф7. Д4. СД. СД. И после слон Б7. Конь С3. Черные подрывают центр. Играет С5. И после ДС. Это жертва пешки. Играют Е6. И на слон Е3. Здесь Хикару Накамура применяет мощную новинку. Играя Ж5. То есть вот так вот двигая свои пешки. От позиции собственного короля. Но Владислав Ковалев, соответственно, столкнувшись с новинкой, начал играть неточнейшим образом. Стоит ли говорить, что Ж5 мощная новинка. И в партии предшественницы, которая игралась между Майком Адамсом и Анишем Гири, черные играли ладья Б8. После слон Д4, Х5 получалась быстрая ничья. Итак. Ж5. Ну, в чем идея этой новинки? Понятно, что в первую очередь нужно рассматривать не ход конь Х2, который сделал, значит, этот ход продумал 21 с лишним минуту. Владислав Ковалев, столкнувшись с новинкой, он сразу же применяет несильнейшее продолжение. Понятно, что нужно было рассматривать ход слон Бет Ф3. Значит, со стороны черных угрозу такую. То есть, после Ж5, конь Х2, сильнее здесь было играть слон Д4. То есть, опять же, еще раз посмотрим, что вместо хода Ж5, можно рассмотреть еще ход слон Бет Ф3. То есть, так вот, например, могли сыграть черные. В чем дело? После ферзь Бет Ф3, конь Бет Е5, вроде бы выигрывают черные пешку. Ну, конкретно в данном случае отыгрывают. И получают, вроде бы, преимущество в центре. Но после ферзь Е2, Ф4, слон Д4, ладья Ф5, ладья Д1, Ф3. И, вроде бы, черные, казалось бы, атакуют. Но после ферзь Е4, ФЖ, слон Бет Е5, слон Бет Е5. Конь Д5, вот такой вот мощнейший удар наносит белый. И оказывается, что везде в вариантах они получают перевес. Потому что угрожает конь Е7 с вилкой. Если взять ферзем, то потеряется ладья на поле А8. Получается перегрузка. Надо играть слон Х2. Король Бет Х2. И после ладья Бет Д5, ладья Бет Ф2, ладья Е5, ферзь Ф8. Получалась форсированная ничья в анализе. Ферзь Д5, шах, король Х8. Ферзь Д4 с угрозой вскрытого шаха. Надо играть король Ж8. И вот таким вот образом партия могла завершиться в ничью. Это я вам показываю анализ. Но Ж5 применяет мощную новинку Хикаро Накамура. Конь Х2, ход неудачный. Следовало играть слон Д4. На Х5 играть С6. И опять же, вот здесь вот все показывает точнейший анализ. То есть, белый скидывает пешку. После слон Бет С6 играет слон С5, нападая на ладью. Ладья Е8, конь Д4. И висит пешка на поле Х5 и слон на поле С6. После ладья С8, ферзь Бет Х5, слон Бет Ж2. То есть, ладья С8 черные пошли для того, чтобы напасть скрытым ударом на слона на поле С5. И получается здесь сумасшедший дом. Б4, слон А8, диагональ мы видим у белых ослабленная. Но после конь Б5, слон Бет Е5, конь Д6. Форсировано получалась ничья в анализе. Смотрите, какая красивая. Слон Бет Д6, ферзь Ж6, шах. Король Ф8, конь Бет Ф5. Еще один мощнейший удар. Грозит мат в один ход, надо брать. И получается вот такая вот симпатичнейшая ничья вечным шахом. По полям Х7, Х8. Ладья держит вертикаль Е. Черный король никуда не может деться. И получается, опять же, очень симпатичная ничья. У белых не хватает двух фигур, но они объявляют вечный шах. Итак, конь Х2. Так сыграл Владислав Ковалев. И после слон Бет Е5. Черные отыграли пешку. Слон Д4, слон Бет Х2. Король Бет Х2, ферзь С7. Король Ж1, Е5. Черные накатывают пешками. Слон Е3, Ф4. Слон С1, ферзь Бет С5. Мы видим, что черные просто без проблем фактически выиграли пешку. После ферзь Бет Д7. Белые отыгрывают пешку, но при этом очень сильно отстают в развитии. Ладья Б8, ферзь Ж4. Ладья Д8, Х4. Еще одну ошибку допускает Владислав Ковалев уже в уже тяжелой позиции. Ну, если сыграть конь Е4. После слон Бет Е4, ладья Бет Е4, ладья Ц8. Все равно у белых серьезнейшие проблемы с развитием. Слон никуда выйти не может. А черные здесь доминируют. Действительно доминируют. И это видно. Ну, Х4 пытается выбраться, значит, из вот такого зажима Владислав Ковалев. Но ладья Д3 угрожает ладья Ж3 с немедленным выигрышем, потому что пешка Ф связана. Конь Е4. Теперь слон Бет Е4, ладья Бет Е4, ладья Д8. И после ладья Е1, ферзь Д4 произошло строение по вертикали Д, А4. Только король Ф1 позволял одержаться. И тогда после А6 у черных все равно здесь большой перевес. Они укрепили пешку на поле Ж5. И опять же полная доминация тотальная. Скорее всего, белые бы здесь не спаслись. Но после А4 все закончилось очень прозаически. Ладья Д1 играет Хикару Накамура. И после ферзь Е2, ладья Бет Е1. Выяснилось, что все, можно сдаться. Потому что после ферзь Бет Е1, ферзь Д1, все меняется. Король Ф1, ферзь С2 угрожает ладья Д1 с выигрышем ферзя. Слон Бет Ф4, ЖФ. Ну и все. И здесь уже, соответственно, оставшись без фигуры, Владислав Ковалев сдался. Почему он сдался после ладья Д1 и пришлось играть ферзь Е2? Значит, на ладья Бет Д1 следует взятие, взятие, взятие. И вот здесь черных выручает ход Е4. Дело в том, что белые вязаны, перевязаны. И они не успевают раскрутить свои фигуры. После слона Б2, Е2 черные, конечно же, легко побеждают. Потому что их пешка проходит неименуемо в ферзи. Вот так вот Хикаро Накамура применил мощную новинку. И, что называется, фактически разгромил своего соперника. Партия продолжалась всего лишь 31 ход. Ну, Владислав Ковалев, конечно, столкнулся с очень мощной новинкой со стороны американского гроссмейстера. Не сумел разобраться за доской. И здесь, конечно же, класс американского супергроссмейстера сказался. Ну что ж, а мы с вами идем дальше. Белыми играл Максим Матлаков. Черными играл Борис Гельфанд. Д4, конь Ф6, С4, Е6, конь Ф3, Д5, конь С3, С6, слон Ж5, А6, слон Х4, ДС, Е4, Ж5, слон Ж3, Б5. На доске у нас ферзевый гамбит, миранская система, вариант ботвинника. Х4, Ж4, все это теория. Конь Е5, конь Д7, слон Е2, слон Б7, рокировка, ладья Ж8, конь Б4, и так черный накатывает, как мы видим, пешки на ферзевом фланге. Конь А4, конь Б4, черный отыгрывает пешку. После слон Б4, ферзь А5, ферзь Е2. А вот здесь применяет новинку Борис Гельфанд, ферзь А5, и эта новинка оказывается неудачной. То есть, позиция очень острая. Кажется, на первый взгляд, что черные вообще выигрывают фигуру. После конь Б4, G3, напали на ферзя. На ФЖ забираем вроде бы на А4. И все, у черных лишняя фигура. Но, оказывается, что здесь черные с треском проигрывают, и это давным-давно известно. После удара ладья бьет Ф7. Ну, брать, понятно, нельзя. Там после ферзь бьет Е6, мат получают черные. Приходится играть рокировка. И после слон бьет Е6, все зависает у черных. Угрожает тотальные размены на Д7 и вилка в конце, конь Ф6. Также угрожает и конь Ф6 сразу, и конь Е5. Всевозможные связки, перевязки. И здесь черные просто проигрывают на самом деле. Но, вместо хода ферзь H5 заслужил внимание ход C5. То есть, так и нужно было играть. То есть, слон вскрывается, защищаем коня. После ладья D1, 3-0, конь бьет C5, конь бьет C5, DC, слон бьет C5. Получалась очень острая позиция. Ну и в партии предшественницы, значит, черные отступали ферзем не на поле H5, а на поле, значит, F5. Так продолжалась партия Левина против Смирнова. В Грузии в 2018 году игралась партия. После конь Е3 партия сразу же завершилась ничью. Итак, ферзь H5. Продумал так 13 с лишним минут Борис Гельфанд. И это неудачный ответ. После ферзь бьет Е4, ферзь бьет G4, ферзь Е3. Выясняется, что у белых есть план атаки на ферзевом фланге. Итак, после слон D6, слон Е2, ферзь G7, конь C5 играют белые. 3-0 играют черные. Ну, надо девать куда-то короля. Кстати, вот здесь вместо хода конь C5 был еще более жесткий ответ у белых. Слон H5 с идеей сыграть ферзь бьет Е6. То есть на слон бьет G3 есть удар ферзь бьет Е6. Например, слон бьет G3, FG. Теперь бить на G3 плохо из-за ферзь бьет Е6. Нужно снова делать 3-0. А теперь пешка на поле F7 ослабляется. И после слон бьет F7, ферзь бьет G3. Ферзь бьет G3, ладья бьет G3, слон бьет Е6. Снова у белых здесь огромный перевес, потому что конь идет на поле C5. Нужно уходить из-под связки. Тогда взяли-взяли. Ладья вторгается, конь C5. Ну и опять же говорить не о чем. У белых большой перевес в окончании. Итак, после ферзь G7, конь C5 сыграл Максим Матлаков. Итак, Борис Гельфанд заканчивает развитие, играет рокировка. После конь бьет B7, король бьет B7, А3. Все равно белые остаются с перевесом по дебюту, потому что позиция вскрывается. Конь B6, А, B. Слон бьет G3, FG. Конь D5, ферзь F2. F5, ладья А3. Король B8, B5. Белые вскрывают, как мы видим, позицию. После C, B, слон бьет B5. Позиция черных проиграна. Ладья C8, ладья Е1. Ферзь Е7, ладья B3. Становясь в засаду. Король А8, слон А6. Ладья C6. Здесь можно было сыграть слон Б7. Значит, и выиграть сразу. Но играет на атаку Максим Матлаков. Слон Б5, ладья C7. Ладья Е5, ферзь D6. Слон Е2, ладья C2. Ферзь Е1, ферзь C6. Король А2. Ф4, ладья Е4, ферзь C7. Ладья Е5, ФЖ. Ладья бьет G3. Ладья D8, слон Ф3. Мы видим, что белые фигуры очень удачно перестроились. Здесь связка мертвая. После ладья бьет B2, ладья бьет Е6. Конь подвисает. Ну и здесь Борис Гельфан совсем растерялся. В тяжелой позиции, когда все ходы уже плохи. Он играет ферзь F4. Получает удар ферзь Е5. В случае взятия теряется конь на связке. Ферзь бьет H4, ладья F3. И здесь Борис Гельфан просто сдался. Тотальный разгром учинил здесь российский гроссмейстер Максим Матлаков. Выясняется, что на ферзь G5 мы просто забираем на D5. Выигрываем фигуру. Что делать? На ладья бьет D5. Дело в том, что после ладья Е8 черные получают мат. Король B7, ладья B8, король C6, ладья C3. И после ладья C5 получается вот такой вот мат. Ну здесь просто разгром на самом деле настоящий. И вот так вот, друзья, Борис Гельфан применил новинку. Попытался удивить соперника. Но, что называется, не угадал и был разгромлен. Ну а мы с вами идем дальше. Белыми играл Александр Грищук. Черными играл Алексей Широв. Е4, Е6, Д4, Д5, конь С3, конь Ф6, Е5, конь Д7, Ф4, С5. На доске у нас французская защита, классическая система. Конь Ф3, конь С6. Слон Е3, СД, конь бьет Д4. Ферзь Б6, ферзь Д2. Ферзь бьет Б2, ладья Б1. Ферзь А3, слон Б5. И после конь бьет Д4, слон бьет Д4, А6, слон бьет Д7, слон бьет Д7. Ладья Б3, ферзь Е7, ладья бьет Б7. Все это теория. Все это встречалось не раз на практике. Так и Сергей Корякин очень часто играл. Ладья Ц8. Рокировка. Белый заканчивает развитие. После ферзь Д8. Ладья Ф3. Вот здесь последовала новинка от Александра Грищука. Ранее в партии, которая игралась в 2019 году в Карлсруе, в Баден-Бадене, ферзь Е3 играли белые. И после ладья Ц4, ладья Б1, слон Е7, Ф5, партия завершилась ничью. Так играл Ливон Аронян против Франциска Вальеха Понса. Ладья Ф3 продумал так 17 минут Александр Грищук. И это новинка. Ладья Ц4 играет по аналогии с партией предшественницы Алексея Широв. Конь Е2, ферзь Ц8, ладья Б2, слон Ц5, Х3, рокировка. Итак, черные завершили развитие. Белые играют король Х2, уводя короля из-под связки. Ф6, черные подрывают центр. ЕФ, ЖФ, слон бьет Ц5, ладья бьет Ц5. И вот здесь после ладья Ж3 шах, король Х8, конь Д4. Мы видим, что белые занимают идеальное положение по Немцовичу. Конь блокирует всю позицию черных, не дает сыграть Е5. Ну и вот здесь Алексей Широв растерялся, сыграл ладья Ж8, сделал неудачный ход, после чего попал в очень неприятную позицию. То есть здесь нужно было играть очень точно. Так, например, проигрывает, казалось бы, логичный ход Е5. Ввиду взяли-взяли и ферзь Ж5. И проблема в том, что висит и пешка на поле Е5, и мат на поле Ж7 грозит. Сразу же проигрывают черные. Здесь нужно было играть очень точно, а конкретно ферзь С7. С угрозой уже где-то сыграть Е5. Например, ферзь Е3 напали на пешку. Тогда ферзь Д6, все защитили. Ладья Б7, ладья Ц4. Ц3, ладья Ц8. Вот таким вот маятником черные, как мы видим, держат последний ряд, не дают белым никуда вторгнуться. И позиция еще у черных держится. То есть, по мнению компьютера, у белых все равно сохраняется небольшой перевес. Но позиция черных динамическая. Если они сумеют наладить, соответственно, взаимодействие фигур и продвинуть пешку на поле Е5, то у черных вообще может быть даже лучше. Потому что их пешки пойдут в ферзи. Но ладья Ж8 играет Алексей Широв. Получает ход ладья Б3. Значит, можно было сыграть ладья Б8. Теперь выясняется, что на ферзь Б8 следует очень неприятное вторжение. Ладья Б7 с угрозой ферзь Б4. И белые практически побеждают уже. На слон Ц8 играем ферзь Б4. Слон бьет Б7, ферзь бьет Ц5. Ну и позиция, опять же, слон. Значит, окончание ферзь с конем против ферзя со слоном. У белых доминирующее положение просто близкое к выигранной. После ладья Б8, если король бьет Ж8, то ладья Б3. И ладья переводится на поле Ж3. В принципе, мы сейчас с вами это и увидим. Итак, ладья Б3, ладья Б3, ладья Б3. Угрожает ферзь Б4. Очень неприятный ход. И здесь Алексей Широв допускает еще одну очень серьезную ошибку, играя ферзь Ф8. Идея этого хода, опять же, понятна. Это противодействует ходу ферзь Б4. На ферзь Б4, если бы так сыграл Александр Грещук, следует просто ладья Ц8. И на ферзь Б7 ферзь Д6. С неизбежным продвижением пешки на поле Е5. Черные, как мы видим, здесь полностью консолидировались. Угрожает ладья Б8 вообще где-то выиграть, попытаться ферзя. И здесь черные переходят в контр-игру. Но оказывается, что ход ферзь Ф8 неудачный. По причине очень точного хода, который сделал Александр Грещук. И который мы сейчас с вами посмотрим. Скажу лишь, что ферзь Е8, точнейший ответ, тоже не спасал. После ферзь Б4, ладья Ц4, ферзь Б6, ферзь Е7, Ц3, Е5. Значит, ладья Е3. Здесь черные могли еще, что называется, пытаться бороться. Но после слон Ц8, защищая пешку на поле А6, следовал очень жесткий ход А4 с угрозой А5 и тотальной доминацией. Дело в том, что черным практически нечем ходить. Если ферзь отойдет, то просто взятие на поле Е5 последует. И здесь после ладья Б4, ФЕ, ФЕ, ладья Ж3. Нельзя брать коня. Ну а что иначе делать, потому что белый полностью доминирует? Покажу лишь, что следует в случае взятия фигуры. После ЕД белый играет ферзь С6, нападая на слона и на ладью. Слон Д7 вроде все защитили, но ферзь бьет Д5. Угрожает ферзь А8 и ферзь Ж8 мат. Надо играть ферзь Е8. И после ферзь Д6 Цук Цванг. Угрожает и ферзь Ф6, смертельный шаг, и ферзь Е5. Ферзь не может одновременно защитить два критических поля Д6 и Е5, расположенных на одной диагонали. И черный просто проигрывает с лишней фигурой. Ну вот такая вот, что называется, тотальная доминация со стороны белых. Итак, после ладья бьет Ж3 играет Алексей Широфф ферзь Ф8. И здесь Александр Рубежчук не играет ферзь Б4, а играет ферзь Е3. И выясняется, что пешка на поле Е6 не жилец. Угрожает конь бьет Е6. Делать нечего. Если сыграть ферзь Ф7, все равно следует конь бьет Е6. Пролом. И еще здесь ладья, видите, повисает на ударе. То есть ферзь Е3 оказалось очень мощное опровержение со стороны белых. Пришлось отдавать пешку после ладья С4, конь бьет Е6. Черные остались без пешки, да еще и в плохой позиции. Ферзь Е7, конь Ж5. Очень красивый удар. На взятие ферзя следует мат на поле Ф7. Итак, конь Ж5, ферзь Е8, ферзь Б6. Вторгаются белые, снова жертвуя коня, но брать его нельзя. Сыграл ладья С6 Алексей Широфф. В случае взятия следует простой разгром. Приходится отдавать ферзя, потом еще и слона. Ну и здесь опять же говорить не о чем. Итак, после ферзь Б6, ладья С6, играет Алексей Широфф. Но ферзь Д4, связывая пешку. Ферзь Е7. Значит, С3. Ну и здесь гораздо жестче было сыграть ферзь Б4. Показываю выигрывающий просто вариант. Но мне кажется, что Александр Грещук, который находится не в оптимальной форме, который проиграл в предыдущем туре партию практически там за 20 с лишним ходов Антону Гехара, хотел сыграть просто безошибочно. Вот ферзь Б4 это риск, но этот ход выигрывает. Смотрите, брать нельзя, понятно, из-за кони в 7 мат. Ферзь Е8, ладья Е3, вновь перегрузка. Слон Е6 надо играть, и после конь бьет Е6, ладья бьет Е6. Ладья бьет Е6, ферзь бьет Е6. Форсированный переход в пешечные окончания с двумя лишними пешками и абсолютно выигранной позицией. Вот, найдя Александр Грещук ход ферзь Б4, партия продолжалась бы недолго. Но С3 играет Александр Грещук, все укрепляет. Слон Е8. Итак, конь Ф3. Еще жестче было, опять же, сыграть ладья Е3. И после ферзь Д7 вновь ферзь Б4 с угрозой ферзь Ф8 мат. На король Ж8 следует просто удар конь бьет Х7. Вот я не знаю, что здесь не понравилось Александру Грещуку. На ферзь бьет, значит, Х7 следует взятие на Е8, и белые сразу же выигрывают. Ну, а на король бьет Х7 следует просто ладья Е7. Такая изящная геометрия, и белые вновь побеждают. Ну, конь Ф3. Александр Грещук уводит все свои фигуры назад, и дальше уже давайте посмотрим без комментариев, потому что позиция все равно у черных плохая, они без пешки. Слон у них плохой. Белые фигуры доминируют, Грещук перевел игру в окончание, разменял ферзей, ну и ни одного шанса не оставил Алексею Широву после вот такой тотальной доминации. Забирается вторая пешка, третья пешка, ну и здесь Алексей Широв после кони Ф4 признал свое поражение, поскольку вскоре потеряется еще опять пешка на поле Х5. Тотальная доминация, пешка С идет в ферзи, слон, остаюсь еще раз, плохой. И здесь Александр Грещук действительно просто танком, что называется, проехался по Алексею Широву. Видно было, что Александр Грещук хотел победить, поскольку предыдущий ужасный результат, когда он проиграл Антона Гехара за 20 с лишним ходов, никак не мог его устраивать. Снова сейчас Александр Грещук явно поправил свое турнирное положение, и мне не остается ничего иного с вами, поскольку это были самые интересные партии, которые я хотел вам сегодня показать. Сейчас мы с вами подведем небольшие итоги, посмотрим таблицу лидеров, ну и в конце, как обычно, я включу красивую музыку, и мы с вами посмотрим все результаты всех участников и положение всех участников. Внимание на экран. Итак, положение участников сейчас вы видите на ваших экранах. На момент записи продолжается партия Никиты Витюгова против гроссмейстера Ван Хао, но там, скорее всего, будет зафиксирована ничья, или Никита Витюгов проиграет. Итак, лидирующая группа у нас следующая. С первого по четвертое место занимают у нас сразу четверо гроссмейстеров. Это Фабиано Круана, это Давид Антон Гихарра, Ливон Аронян и Хикаро Накамура. То есть, если выиграет, значит, Ван Хао, то он тоже присоединится к этой лидирующей группе, и у него тоже будет 6,5 очков из 9, но, скорее всего, там будет ничья. И по 6 очков из 9 большая группа, значит, Кирилл Алексеенко, Пархам Максудул, Магнус Карлсон, Алексей Рахманов, Александр Грищук, Сергей Корякин, Максим Матлаков, Виши Анан, Давид Хауэлл. И, соответственно, вот эти вот шахматисты занимают у нас, соответственно, значит, с пятого по тринадцатое место. Ну, а остальные участники находятся пока далеко. Такая вот лидирующая группа. Видно, что Антон Гихара явно находится, что называется, в такой вот когорте супергроссмейстеров. Также Кирилл Алексеенко и Пархам Максудул выступают замечательно на этом супертурнире. И впереди у нас еще два тура, и может случиться все, что угодно. Пишите, друзья, в комментариях, за какого шахматиста вы болеете. Соответственно, пишите, все ли вам нравится. Пишите, какой звук, поскольку сейчас я записываю с петличного микрофона. Но вроде бы сейчас я научился его настраивать. И вроде бы звук должен быть, в принципе, вполне себе неплохой. Ну что ж, дожидаемся, соответственно, когда закончатся все партии. Потом вы увидите результаты всех участников и положение всех участников. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если обзор вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Я с вами не прощаюсь, поскольку мы в интернете. Щелкайте по конечным заставкам, которые расположены слева и справа от меня, чтобы не пропустить новые интересные ролики на моем канале. В частности, например, предыдущий обзор или обзор следующего тура, если вы вдруг смотрите, соответственно, какой-то из туров. Надеюсь, что вам было интересно. Увидимся в интернете. Счастливо!